Примерно так в минувший вторник Иван Ревенко приехал в отдел судебных приставов на улицу Пушкина. Инвалида первой группы интересовала точная сумма своей задолженности. Чтобы выяснить этот вопрос, ему надо было подняться на второй этаж, к специалисту. Но старое здание, где работают приставы, не рассчитано на комфортное передвижение здесь людей с ограниченными возможностями здоровья. Пришлось Ивану нажать кнопку вызова. 20 минут мы стояли, нажимали. Среагировал диспетчер. Подошел, сказал, что сейчас я вызову пристава для беседы. Мы еще минут 15 прождали. Я уже попросил супругу Полину подняться и самостоятельно пригласить. Опять прождал я еще минут 10, пока они это решали. Выходит Полина со слезами. Я попросила ее спуститься, сказала, что мужу нереально подняться к вам на второй этаж. На что мне был очень грубый ответ. В грубой форме, что если бы он так хотел, он бы поднялся. Если бы, ну в общем, если бы очень нужно было, он бы смог придумать способ, чтобы подняться наверх. Что она не будет его принимать. И прям было смешно, что он сидит в коляске. Иван говорит, лишь после травмы, когда стал передвигаться на коляске, начал действительно понимать, как трудно дается людям с ограниченными возможностями здоровья обычные вещи. С большинством из них можно справиться, а вот с равнодушием окружающих сложнее всего. Прокомментировать ситуацию мы попросили главного судебного пристава края. В начале Глеб Абатуров минут 40 беседовал с Иваном, потом согласился дать комментарий и нашей съемочной группе. К сожалению, здание не оборудовано настолько, поэтому сделана для таких случаев отдельная комната приема. Иван туда отказался проследовать. Непосредственно его приглашал начальник дежурной части. Он отказался туда проследовать. Почему пристав незамедлительно не среагировал, будем разбираться в ходе служебной проверки, которую мы назначим сегодня по как раз факту его обращения. Глеб Абатуров рассказал, что имя судебного пристава, к которому Иван обращался изначально, уже выяснили. И хотя служебная проверка ограничена 30-дневным сроком, разобраться в ситуации удастся скорее всего к концу этой недели. Если информация подтвердится, сообщили ведомстве, специалисту, который проигнорировал визит инвалида, грозит привлечение к дисциплинарной ответственности, лишение премий и снижение ежемесячной надбавки. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город».